Турция 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 Что может стать для Баку такими красными линиями, учитывая то, что Ереван конкретно демонстрирует свою агрессивную политику? Прежде всего, нужно отметить, что все эти два крупномасштабные учения, которые проводились на наших границах после 44-х дневной войны, это является, безусловно, давлением на Азербайджан. В этом нет сомнений. Но на что рассчитывает Иран, это понять, конечно, сложно, потому что Иран сегодня, будь это в военно-техническом плане, будь это в экономическом плане, в каком состоянии, мы все хорошо знаем. И сила и мощь Азербайджана вместе с Турцией в союзнических отношениях тоже всем известна, в том числе Ирану. Но некоторые аналитики называют это демонстрацией мускулов на границе Азербайджана. Но я лично считаю, что мы никаких мускулов там не видели. Устаревшая военная техника имитирует какой-то фонтанные мосты для перехода через реку Араз. Это прошлое, понимаете, сейчас в 21 веке все делается по-другому, что и показал Азербайджан во время Отечественной войны. У Ирана таких возможностей нет. Если Иран хочет этим запугивать Азербайджан, ну это бессмысленно, это же смешно. Но то, что прямо в дни визита турецкого президента в Азербайджан и министр иностранных дел Ирана путешествуют в Армению, это тоже ответ на визит президента Эрдогана в Азербайджан. Мы это понимаем. Но непонятно одно, чего хочет добиваться Иран. Азербайджан всегда отличался с искренними отношениями с Ираном. Но прежде всего потому, что там живут более 35 миллионов наших сограждан. И мы никак не можем проявить какие-то враждебные отношения к Ирану, к его властям или к населению. То есть с азербайджанской стороны это исключено. Значит, весь вопрос в том, что наши территории освобождены. Значит, здесь что-то не устраивает Иран. А что не устраивает Иран, это мы должны выяснить. В течение почти 30 лет, теперь нам известно, что иранские силы вместе с армянскими, они орудовали на оккупированных территориях, они имели торгово-экономические связи, в том числе и нелегальные торгово-экономические связи. И даже во время Отечественной войны мы наблюдали, что через территорию Ирана посылается оружие Армении, чтобы помочь Армении в этой войне. И хорошо известны видеоролики, где азербайджанцы Ирана останавливают машины, которые везут автомобили, которые везут военную технику в Армению. То есть Иран фактически признал победу Азербайджана только в числе последних среди всех государств нашего региона. Все это показывает, что тот статус-кво, который существовал до освобождения наших территорий, устраивал Иран. И поэтому теперь Иран недоволен. Это недовольство они связывают с открытием Зангизожского коридора, хотя Зангизожский коридор служит интересом и самого Ирана, и самого Армении, и самой Армении. А в чем проблема, тут непонятно, честно говоря. Да, спасибо большое. Продолжая тему как раз-таки про давление на Азербайджан, которое пытается оказать Иран, вот говоря, к примеру, про консульство. Вот эти мероприятия проходят параллельно. То, что Иран заявил о том, что откроет консульство в Кафане, и Турция заявила о том, что откроет консульство в Шуше. Но вот с иранской стороны это выглядит конкретно как определенный сигнал для Баку. Для чего Ирану вот сейчас понадобилось это делать? И вот Джан Шерманин совершенно справедливо отметил, что именно во время визита президента Турции в регион, в Карабах, восточный Зангизур, Иран вот ужесточает свою риторику. Расим Алим, как вы считаете, с чем пытается конкурировать, так скажем, Иран? Что пытается он доказать? Я все же думаю, что даже при всем, при том, что политическая элита мулакратии в Иране достаточно провинциальная и зашоренная, но я думаю, что и там отдают себе отчет, что их с железками середины, значит, прошлого века громыханием их у берегов Араза Азербайджан не запугать. Особенно на фоне того, ну, как, какой высокая эффективность и мощь азербайджанской силы продемонстрировали два года тому назад. И цель все же является, это демонстрация и даже открытие консульства в Кафане имеет смысл не сколько даже, ну, скажем, запугать азербайджан, понимаешь, что не запугают, а, ну, как бы подбодрить армян. Армяне очень поникли после того, как проиграли эту войну, после того, как мы им еще несколько уроков дали дополнительных в Карабахе, сейчас на границе, там панические настроения были. И, в общем, в условиях, когда и Россия не очень торопилась выступить, как бы, прямыми защитниками и, ну, выступать с какими-то угрозами в адрес Азербайджана, вот для того, чтобы, скажем так, армяне не совсем потекли, вот такую демонстрацию поддержки, причем военные, готовность военную поддержку оказать, осуществили иранские власти. Параллельно это имеет смысл, и вот их, скажем, эта демонстрация нацелена на то, что в самом Иране внутри очень высокий градус напряженности. Там практически идет повсеместное отторжение того режима, который, скажем, религиозно-идеологически, который на протяжении последних десятилетий управляет и, если, скажем, откровенно угнетает население Ирана. И, как всегда, обычно, скажем, ну, все революции в Иране начинались, и их, как бы, точку ставил Табриз, азербайджанцы, которые поднимались против действующего режима власти. И сейчас, вот я думаю, что эта демонстрация КСИР, ну, кстати, это ведь, в общем, даже не армия, это, как бы, внутренние войска. Поэтому у них нет, скажем, каких-то очень уж совершенной техники. Они в основном используются для подавления внутренних каких-то волнений. И я думаю, что демонстрация КСИР имела свою целью запугать одновременно и азербайджанцев, которые, ну, очень были вдохновлены победой азербайджанского оружия два года тому назад. И когда наши войска продвигались вдоль Араза, на другом берегу Араза азербайджанцы приветствовали победу азербайджанского оружия. Ну и, наконец, это тоже не тайно, что внутри самой Азербайджанской республики есть определенные, ну, скажем так, болельщики Ирана и иранского режима. И они тоже в последнее время себя чувствуют очень подавленными, потому что этот режим буквально трещит по швам в самом Иране. И вот для того, чтобы как бы их еще тоже подбодрить, вот эти учения. Так что я хочу сказать, что азербайджан, они этими учениями совершенно не напугали. Что из себя представляет этот режим? Как он действительно относится к азербайджану? Нам тоже давно известно. И лицемерие этого режима тоже известно. Азербайджану упускают о том, что тут какие-то, я не знаю, мы с Израилем, понимаете ли, поддерживаем партнерские отношения. И идут, заявляют о поддержке Армении, в котором, значит, двухтысячное посольство Соединенных Штатов Америки представляет собой центр постоянной подрывной деятельности против Ирана. И иранский режим старается этот вопрос обойти молчанием. Так что я хочу сказать, что если они думали кого-то запугать, то их попытка, на мой взгляд, провалилась. Расим Алим, вот тут сразу два вопроса. Во-первых, откуда такая любовь к Армении? Действительно, в Иране проживает достаточно внушительная армянская диаспора, но она не сопоставима с азербайджанской. Там несколько десятков миллионов азербайджанцев проживают. Не поправлю. Азербайджанцы там не диаспора. Азербайджанцы жуткие. Да, но вот, то есть, опять же, непонятно, почему вот такие связи с Арменией на фоне того, что азербайджанцы действительно проживают в Иране. И вот при этом интересно, что вот вы отметили, что есть, в частности, эксперты тоже отмечают, что есть мнение, что вот такая риторика Ирана сейчас усиливается на фоне протестов, которые сейчас массово охватили всю страну, потому что вот есть мнение о том, что правительство боится потерять контроль, потерять власть и боится массовых восстаний. Но действительно, если мы вот посмотрим, в Иране нету ни азербайджанских школ, нету ни азербайджанских средств массовой информации, нету абсолютно ничего, что бы соответствовало и уважало бы права азербайджанцев, то есть права этнических азербайджанцев, которые там живут. Эти права систематически попираются. Чего боится Иран в таком случае, учитывая то, что Азербайджан не высказывает никаких претензий к территориальной целостности этой страны? Значит, Эльмира, армяне там действительно живут, в Иране как диаспора, как меньшинство, причем его используют режимы в том числе для своих целей. Очень часто армяне из Ирана выступают как агентура этого режима за рубежом, тоже используют диаспору уже, которые есть во Франции, Соединенных Штатах Америки. В общем, они с ней, как говорится, сотрудничают. Что же касается Азербайджана, Азербайджан не меньшинство, Азербайджан вообще, тюрки в Иране, по всей вероятности, даже большинство, а не, скажем, одна из крупнейших наций, которые это государство вообще-то тысячелетиями управляло. Все во главе Ирана на протяжении последних тысяч лет все время стояли азербайджанские династии. И я еще раз повторяю, азербайджанцы в Иране, они себя чувствуют не меньшинством. Но вот в том-то и заключается проблема, что режим идеологический. Они считают, что в исламе вообще как бы нации не должно быть, а вот шииты это все вместе с этим режимом. И оно и подспудно за всей этой идеологической исламской риторикой скрывается вообще-то форситский национализм, который, допустим, придание равноправия азербайджанскому языку вместо азербайджанской культуры на уровне государства, они, в общем, видят как опасность для того, чтобы это государство вообще-то и уцелело. Ну а с другой стороны, азербайджан, который избрал светскую модель развития и государственности, он тоже служит на взгляд нынешних иранских властей очень дурным примером для собственных граждан. Вот причина, по которой, скажем, Иран в этом смысле как притягательная модель для населения Ирана не существует, Армения вернее не существует, а вот азербайджан как раз таки существует. Исходя из этих соображений, мы видим двойное такое отношение. Готовы обниматься, значит, с Арменией, с армянами и одновременно, пускай не явно выраженно, но очень часто, скажем, со скрытыми угрозами отношения с азербайджаном. Но я думаю, что это все переходящее. Ну вот интересно будет наблюдать за развитием ситуации. Турал, вот мы поговорили про реакцию в Азербайджане на действия Ирана. Как реагирует в самой Турции, учитывая то, что совсем недавно составился визит в том числе и президента Турецкой республики в Иран. Там проходила трехсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным. Вы действительно правильно отметили про встречу, трехстороннюю встречу в астанинском формате в Иране. Сразу вот хочу отметить тот момент, что глава Турецкой республики Реджеп Таип-Ардаган направлялся в Иран в надежде на то, что он получит поддержку со стороны как России, так и Ирана в вопросе борьбы с террором, с терроризмом на севере Сирии и Ирака, и в частности с ПКК. Члены Когороди, в частности, переходят некоторые из них на территорию Турции именно с территории Ирана в том числе. То есть эти вопросы обсуждались и после уже по заявлениям Эрдогана, по итогам вот этой встречи, этого саммита, скажем так, трехстороннего в Иране, в Тегеране, видно было, что турецкий лидер не был доволен реакцией и позицией как российского, так и иранского коллегии. Потому что даже во время пресс-конференции в Тегеране он заявил о том, что Турция все равно продолжит свою антитеррористическую борьбу, даже несмотря на то, что будет ли ее кто-то поддерживать или нет. То есть это действительно говорит об очень многом, о том, что, например, в Иране многие считают, ну власти, я имею в виду, безусловно, в первую очередь и экспертные круги, что у Ирана есть такой рычаг давления, как природный газ, который в большом количестве поступает в Турцию. Но это очень, скажем так, ложные доводы, потому что Турции есть чем заменить вообще иранский природный газ. Мы это наблюдали с вами, когда несколько месяцев назад Иран якобы по техническим причинам на неделю буквально, если не ошибаюсь, приостановил подачу природного газа в Турции. И здесь уже была проявлена роль Азербайджана в этих, скажем так, газовых, грубо говоря, делах, и Азербайджан предоставил Турции дополнительные объемы газа. И в этом плане в Турции это, безусловно, понимают. То есть с той же Россией отношение у Турции развивается так, что Турция может попросить дополнительный газ, и у России тоже. С другой стороны, здесь необходимо сказать, что Турция является критически важной страной для Ирана, потому что это фактически последний, практически, выход, и самый безопасный, скажем, необходимо отметить, выход Ирана в Европу. Действительно, вот когда сегодня события в Украине развиваются вот таким образом, война России и Украины продолжается до сих пор. То есть выход у Ирана во внешний мир, в первую очередь в Европу, остается только через Турцию, с которой она не должна, безусловно, портить отношения. Но мы слышим иногда некие, ну, упреки, угрозы некие в сторону Анкары от Тегерана. Но здесь как-то вот, если честно, особой такой жесткой реакции я не вижу, потому что действительно Анкара не видит для себя угрозы в лице Тегерана. Это какой-то серьезной угрозы. Заявление также вот со стороны иранских властей, буквально министр внутренних дел, в интервью иностранным СМИ жаловался на то, что Турция строит на границе с Ираном бетонную стену, бетонные ограждения. Ее протяженность буквально составляет 250 километров, насколько я помню, и на этот счет тоже жаловались в Иране, заявляя о том, что якобы это вредит экологии Ирана и становится причиной засухи. Хотя причиной засухи, как все и понимали, эксперты об этом очень много турецкие писали и говорили, были песчаные бури, которые происходят на территории Ирана и происходили, вернее. Но в Тегеране, видимо, решили, что лучше обвинить в этом Турцию. То есть вот все эти события, все эти новости говорят о том, что Иран действительно практически, можно сказать, кроме Армении и России, претензии у нее есть ко всем фактически соседям. Она ищет какие-то вот точки не соприкосновения интересов, а точки напряженности для того, чтобы начать в чем-то разбираться. И не осознавая то, что перед ней, во-первых, сегодня сильная Турция и не тот Азербайджан 90-х годов, здесь мы наблюдаем крепкие союзнические отношения между Баку и Анкарой. И, безусловно, в Анкаре, в Турции замечают вот эти, скажем так, неопределенные, я бы даже сказал, немного неадекватные шаги в отношении Азербайджана. Потому что, вот, естественно, вы правильно отметили, это было очень странно, то, что в то время, как Реджептей Эрдоган находится с визитом в Азербайджане, а я уверен, что об этом вы ранее знали, хоть и заранее не было объявлено, какого конкретно числа господин Эрдоган приедет в Азербайджан, но, тем не менее, я уверен, что у ирянской стороны была информация на этот счет, и в это время начинаются военные учения. Но какой-то открытой реакции с турецкой стороны нет, можно наблюдать некие вот экспертные мнения о том, что это тоже как, даже не похоже на демонстрацию силы, это действительно смешно. Очень много фотографий, скажем, нелепых с иранскими солдатами, с иранской устаревшей техникой здесь в Твиттере, в сети распространяли местные и активисты, и эксперты, и вообще обычные пользователи говорили на этот счет. Это действительно вызывает, я бы сказал, только смех, вот такие шаги Ирана в отношении Азербайджана, и сказать, что Турция, если со стороны Ирана будет как некая конкретная угроза в отношении Азербайджана, сказать, что Турция останется в стороне и не предпринять ничего, было бы наивно предполагать, рассчитывать на это с иранской стороны. Опять-таки повторюсь, у Ирана каких-либо рычагов в отношении Турции, сильных, которые могут действительно подействовать, надавить на Турцию, нету, и я считаю, что вот по своим дипканалам Анкара, безусловно, дала понять иранским властям, что вот подобная демонстрация, в кавычках, силы, не думаю, что к чему-то хорошему приведет. Спасибо большое, Турал. Ну вот действительно есть мнение, особенно если промониторить иранскую прессу, то там очень часто говорится, что вот такое позитивное отношение к Еревану, в частности, складывается из того, что Ереван открывает возможность для Ирана, который находится под санкциями, выход на внешние рынки и так далее. Но здесь мы прекрасно понимаем, что испортив отношение с Баку, соответственно и с Анкарой, и Иран, точнее, простите, лишается гораздо более выгодного рынка, особенно с учетом тех транснациональных проектов, которые сейчас инициируют и реализовывают Азербайджан совместно с Турцией. Какие перспективы у такого сотрудничества с Арменией, особенно учитывая то, что практически два соседа Еревана, Россия и Иран, находятся под очень жесткими санкциями? Да, если речь идет о выходе на рынки, то на самом деле Армения в этом смысле является самым слабым звеном. Потому что все коммуникации между Западом и Востоком, как всем известно, проходят через Азербайджан, Грузию, Турцию, и уже весь мир как-то настроен на то, чтобы использовать созданные Азербайджаном вместе с Турцией и инфраструктуру, чтобы интенсифицировать грузопоток между Западом и Востоком. Было всегда альтернативное видение альтернативной дороги, какой-то другой возможности через Армению. Ну, это нонсенс. Это из Индии, через Иран, через Армению, опять же, выход на Европу. Но, чтобы финансировать такой проект, ни один из участников этого проекта не имеет возможности. И этот проект обсуждается уже долгие годы, можно сказать, даже больше 10 лет. Но никаких фактических шагов в этом направлении не было сделано. Мне очень понравилось то, что Расыммалем назвал причину Ирана по поводу открытия консульства в Кафане или по поводу военных учений нашей границы, чтобы подбодрить армян. Да, на самом деле, это частое явление мы наблюдаем. Они, например, подбодриваются от визита Неса Пелоси, который в конечном итоге ничего для безопасности Армении не дает. Это носит просто пропагандистский характер такого рода визиты. Или открытие консульства в Кафане, например. Новый, новоиспеченный консул объявил, что мы здесь находимся для вашей безопасности. И, ну, это же смешно, вот где совершенство дипломатии иранских властей, где консул заявляет, что он находится в Кафане для обеспечения безопасности населения Кафана. Ну, в этом случае то говорить не о чем. Но здесь есть и, может быть, другая причина. Уже месяц как продолжаются протесты в самом Иране. Более чем в ста городах бесперерывные демонстрации мирного населения. И иранские власти все слабее оказываются перед таким натиском. В предыдущие годы такие, такого рода протесты продолжались обычно несколько дней. И на этом все прекращалось. В этот раз длятся очень долго. И это, соответственно, пугает иранские власти. Что нужно в этой ситуации для Ирана? Нужно находить или создавать образ внешнего врага. Мне кажется, эти военные учения имеют такую тоже одну цель, чтобы в лице Азербайджана как бы показать своему населению, что мы вокруг имеем страны, которые относятся к нам враждебно. Поэтому мы вынуждены проводить военные учения. И в таких обстоятельствах протесты внутри страны это неуместны и так далее. Разумеется, из этой ситуации Иран видит создание внешнего врага, образа внешнего врага для преподношения своему населению, для того, чтобы остановить эти протесты по всей стране. Удастся ли это Ирану, мы не знаем. Это все будет зависеть, насколько население организовано. Но в любом случае Азербайджан никогда не был заинтересован и не заинтересован и сейчас в дестабилизации обстановки в целом регионе, в частности в Иране, в самом Иране. Ну а если все-таки рассматривать вот такой негативный сценарий развития событий, вот мы говорили об этом в самом начале передачи, есть ли что-то, что может Иран представлять какую-то угрозу, которую Иран может представлять из себя в военном плане, учитывая то, что эта страна находится под жесткими санкциями. И вот мы видим те дроны, беспилотники, которые используются в Украине, которые сбиваются средствами ПВО украинскими, при том, что если сопоставить опять же те системы ПВО, которые имеются у Киева и у Баку, то есть у Баку в этом плане выигрывает значительно. У нас одна из наиболее эшелонированных систем ПВО, не только в регионе, но и в целом на постсоветском пространстве точно. Да и можно затронуть более широкую географию. При этом у нас еще имеется в союзниках Турция. Мы подписали Шушинскую декларацию. Есть ли Ирану что-то, что он может противопоставить такому весомому аргументу? Абсолютно нет. Ничего абсолютно. Во-первых, почти 40 лет Иран находится под санкциями. И в результате чего экономика в плачевном состоянии. И мы сами свидетели того, в каком состоянии население живет иранское. И с другой стороны, только вот недавний случай. Из-за того, что Иран продал дроны Шахейд России, снова Иран получил новые санкции и со стороны ЕС, и со стороны Соединенных Штатов. И теперь Иран старается находить пути объяснения Украине. И чтобы опровергнуть, якобы Иран не продавал никаких дронов России. Но факт уже доказан. Да, доказательство налицо. Но они себя ничего такого грозного не представляют. Как вы уже отметили, украинское ПВО, и не только ПВО. Иранские дроны можно спустить с неба даже с обычными видами вооружения, типа Калашникова, автомата Калашникова и так далее. Что и делают украинцы. Да, вот к слову, я очень извиняюсь, я вас прерву. Хотелось бы, вот недавно было, мы отмечали день освобождения Зангелана от оккупации. И вот мы, когда готовили фильм про Зангелан, нам рассказали про такой случай, когда сбили в том числе и самолет, действительно самолет, военный самолет армянских вооруженных сил при помощи пулемета. То есть такой случай в Азербайджане есть. Я думаю, что, учитывая это, дроны явно не станут какой-то проблемой. Да, Азербайджан продемонстрировал все свои возможности военные. Не все, но определенные возможности во время Отечественной войны. Но и на этом не останавливается развитие наших вооруженных сил. Как президент объявил, всегда вооруженные силы Азербайджана будут усовершенствовать свое мастерство и будут оснащены новейшими оружием последнего слова военной техники и военной науки. И в этом смысле Иран для нас никакой угрозы не составляет. Другое дело, я думаю, что больше всего я склонен к тому, что Иран хочет просто создавать образ врага для своего населения. Причем в лице Азербайджана, что неестественно выглядит. Учитывая факт, что более 35 миллионов азербайджанцев живут в Иране и взаимодействуют эти люди по обе стороны границы. И в этом случае сделать из Азербайджана врага, в это никто не поверит. Другое дело, что, как Расим Налюм уже объяснил, десятками миллионов азербайджанцев они не имеют никаких прав, даже фундаментальных прав в составе Ирана. Хотя Иран был создан турками. Есть очень интересное исследование туркского ученого, дипломата. Это Албайрак, называется турецкий Иран. Фактически, как Расим Налюм сказал, несколько столетий династии азербайджанцев управляли Ираном. Поэтому эта связь такая историческая и естественная, что между Ираном и Азербайджаном никаких стычек быть не может. Сколько раз мы были свидетелями того, что западные страны, в том числе и Соединенные Штаты в отношении Ирана всегда консультировались с государствами региона и никому никогда не удалось использовать Азербайджан в каких-то проектах против Ирана. Азербайджан на это никогда не пойдет. Но и на фоне всего происходящего вырисовывается такая картина, что Иран все это не осознает. И ради успокоения своего населения, ради того, чтобы остановить протесты и старается делать, как минимум создавать, имитировать такой образ врага из Азербайджана, это, я думаю, что недопустимо. Поэтому и азербайджанская общественность очень противится этому. Спасибо большое за ваше мнение. Я бы хотела подчеркнуть, что трансляция нашей передачи ведется также в социальных сетях, в том числе и на платформе YouTube, и там нас смотрят уже сотни человек. И вот как раз большой интерес к нашей передаче у пользователей из Армении возникает. И вот здесь даже есть комментарий, что Турция якобы слабая, и там много проблем, Кипр, Курды и экономика зависимая. Расим Нарин, вот ваше мнение хотелось бы услышать. Я вижу, какую реакцию это у вас вызывает. Ну, хотя бы пускай почитают, что турецкая армия вторая по силе в НАТО. Но я думаю, что должны были где-то это в свое время прочитать. Турецкая экономика позволяет ей быть одной из, ну, двадцатка известная, куда собираются, значит, саммиты самых развитых в экономическом отношении государств. Турция там. Турецкая экономика где-то сейчас, ну, одиннадцатая, двенадцатая. Да, это надо знать. Ну, если это не знает армянин, который смотрит нашу передачу, будем считать, что мы его просветили. Но я хотел бы продолжить мысль, которую начал Джаван Ширмелем, заключая в том, что Азербайджан совершенно не заинтересован в том, чтобы портить отношения с Ираном. У нас нет никаких претензий, проблем к Ирану. Мы вообще ни с кем не хотим иметь конфронтационные отношения. И тот конфликт, который у нас был с Арменией, он сопряжен с тем, что Армения вторглась на нашу территорию, оккупировала нашу территорию, и мы вынуждены были отвечать военной рукой, выбрасывать их оккупационные силы с нашей земель. А так Азербайджан заинтересован в том, чтобы иметь нормальные, корректные межгосударственные отношения с Ираном. Мы не вмешивались во внутренние дела Ирана, но и не допустим даже малейших попыток вмешиваться в азербайджанские внутренние дела или пытаться указывать азербайджанам, с кем нам дружить и с кем нет. И я хочу сказать, что такие всплески, скажем, на мой взгляд, не совсем правильного поведения со стороны Ирана по отношению к азербайджанам были и раньше. Вы не помните, например, вы молодая, но я думаю, что Демашир Мялен должен помнить, как иранские самолеты летали чуть ли не над Баку, пытаясь угрожать, но сюда прилетели турецкие звезды, устроили здесь просто показательный полет, и они в Иране сразу успокоят. Я думаю, что и здесь, поняв, что с азербайджаном невозможно разговаривать языком демонстрации военной силы, все же иранские власти займут прагматическую линию. У нас есть проекты, которые нам вместе надо делать. Это Яхудаев-Аринская электростанция, там, значит, и плотина ее надо использовать. Туда будет возвращаться наше население, скажем, будет развиваться свободная экономическая зона АРАС, она на границе с Ираном. У нас есть проект «Север-Юг», «Железная дорога». То есть мы заинтересованы в том, чтобы иметь нормальные международные отношения с Ираном. Но еще раз повторюсь, разговаривать с азербайджаном языком угроз не позволит азербайджан. А то, что если кто-то, кому-то в голову приходит, ну, я даже думаю, что даже и не приходит в голову так разговаривать с Турцией, ну, это вообще было бы утопиво. Потому что Турция, с учетом того, что Иран находится под санкциями, Турция для Ирана долгие годы была окном в мировую экономику. И турецкий, иранский газ для Турции не так важен, как вот эта возможность через Турцию получать какие-то, ну, более или менее современные технологии и продукции. И точно такую же роль сегодня Турция играет и для России. Так что с Турцией, я думаю, что никто не будет ссориться. Да и с Азербайджаном, думаю, что убытки от ссоры с Азербайджаном для Ирана будут гораздо больше, чем возможное, скажем, такое идеологическое удовлетворение от подобного рода действий. Василий Малимович, но тут еще такой вопрос. Вот действительно, вы упомянули про турецких звезд, которые летали в небе над Баку. Но вот после Второй Карабахской войны, да и во время Отечественной войны сложилась такая вот конфигурация Азербайджан, Турция и Пакистан. И здесь нужно отметить, что Пакистан это страна, которая как раз-таки граничит с Ираном. И у Ирана и Пакистана довольно непростые отношения. В случае усиления такой риторики агрессивной со стороны Ирана, к примеру, как будет реагировать Пакистан? И вот я бы хотела еще подчеркнуть, что военные учения спецназа проводятся в трехстороннем формате между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном. Да, проводились и проводятся. И я думаю, что наш союз, он в общем известен. Я думаю, что он известен и в Тегеране. И поэтому вот мы с Теаном Ширмялем пришли к общему знаменателю, что военная демонстрация Ирана во многом была для того, чтобы это был сеанс психотерапии для, ну, в общем, очень растерявшего ныне армянского общества и руководства. Спасибо большое. Турал, к тебе бы хотелось тоже обратиться. Вот в последнее время действительно усиливается отношение у Азербайджана и Турции не только с дружественным Пакистаном, хотя и с ним тоже. Вот недавно проводились встречи в рамках различных саммитов и форумов. Но вот конкретно хотелось бы поговорить про тюркские страны. В следующем месяце в Самарканде состоится саммит глав государств тюркских, организации тюркских государств. И вот подчеркивая вот ту непростую ситуацию, которая складывается, и те новые вызовы, которые, безусловно, возникают, особенно после начала войны в Украине, как тюркские страны могут совместно объединить усилия для того, чтобы нивелировать вот такие вот угрозы? – Да, действительно. Вопрос сотрудничества в рамках организации тюркских стран, скажем, это крайне важная составляющая внешней политики Турции, Анкары. Анкара здесь в последние годы наращивает свои усилия, в частности со странами Центральной Азии, куда у Анкары должен быть выход через Азербайджан, я имею в виду Зангизурский коридор, за открытие которого выступают Азербайджан и Турция очень активно. Вот на недавней встрече, внеочередной встрече, министр иностранных дел организации тюркских государств в Стамбуле, эта тема очень активно обсуждалась. На эту тему во время пресс-конференции высказался и Меглючаву Шавлу, главами Турции, он также подчеркнул, что открытием этого коридора, Зангизурского коридора, взаимоотношения между нашими странами, странами и участницами организации тюркских государств, эти отношения перейдут на качественно новый уровень. И здесь, безусловно, деструктивная позиция Армении не может не волновать и НКРО, и Баку, и, безусловно, страны Центральной Азии, и те другие тюркские государства, которые являются членами данной организации. Ну вот касательно этого вопроса, вот Эрдоган тоже недавно интересное заявление сделал, он сказал, что я не понимаю, почему определенные круги, открытие Зангизурского коридора, он имел здесь, безусловно, не просто Ереван и ряд западных столиц и так далее, других незаинтересованных в этом лидеров, что почему их так волнует этот вопрос, потому что, так как с экономической точки зрения он интересен абсолютно всех участников всех стран региона, и Турция активно продвигает его и поддерживает Азербайджан в этом вопросе. Ну а касательно углубления сотрудничества в рамках Организации Тюркских государств, здесь мы видим, что я вот такую вещь заметил, что поддержка Анкары крайне важна вот для стран, конкретно Центральной Азии, у которых тесные отношения по сравнению с Азербайджаном, по сравнению, если сравнивать отношения Азербайджана и Турции, то у Турции и, у Турции со странами Центральной Азии отношения только-только начали углубляться, но даже так эти отношения, эта поддержка со стороны Анкары уже, скажем, как-то воодушевляет эти Центрально-Азиатские и Тюркские государства на то, чтобы становиться все более независимыми в вопросе внешней политики и в вопросе экономического сотрудничества в регионе. Вот мы же наблюдали, как часто за последние месяцы и глава Турции Режептей Пердаган, и Ильха Мали посещали страны Центральной Азии буквально недавно. И вот, как вы правильно отметили, в Самарканде в ноябре состоится заседание, саммит, вернее, организация Турции государств, и на этом саммите, кстати говоря, ожидается, что Турецкая Республика Северного Кипра может стать полноправным членом организации. И этого очень хочет турецкая сторона, и вот Эльдаган заявил, что поддержка со стороны других членов организации уже в этом направлении есть. Ну, как бы, в этом отношении в целом тут необходимо отметить, что, как вы до этого говорили, о том, какие страны и люди из каких стран пытаются как-то, скажем так, сравнить свою экономику с турецкой экономикой, свое политическое место с тем местом, которое есть у Турции. Это действительно глупо, потому что Турция сегодня находится в таком положении, стала такой страной, когда о своей мощи и экономических возможностях ей не приходится говорить, потому что все остальные страны и люди в мире уже сами говорят об этом. Прасим Алим очень правильно отметил, что турецкая экономика на сегодняшний день является фактически 11-й, а Эрдоган уже поставил цель, чтобы эта экономика вошла в топ-10. То есть у Турции действительно очень огромный и очень перспективный план для того, чтобы развивать не только свою страну, у Эрдогана, скажем так, но и все страны-регионы. И поэтому те вот угрозы, неугрозы, попытки угрожать как-то со стороны Ирана или Армении вообще, для Турции они действительно не являются каким-то серьезным событием, потому что Турция – это страна, которая предлагает, отмечу, что у них есть программа «Азия вновь», «Енидэн Асия» по-турецки называется, и здесь турецкая политика, внешняя политика направлена на то, чтобы углубить сотрудничество вообще со странами Азии, в частности Китай, Россия, Иран, Индия и другие страны. И здесь вот такие вот шаги и такие заявления со стороны Ирана действительно не являются своевременными, они как бы не имеют какую-то смысловую нагрузку, скажем так. И поэтому Анкара решает в таких моментах просто не прислушиваться к этому, сделать вид, что таких заявлений, скажем, не было. И надеяться на то, что вот власти Ирана вновь смогут вернуться к дипломатии, к затравлему смыслу и продолжить сотрудничество, которое Анкара предлагает для всех абсолютно участников региона, и в частности Ирана. Да, спасибо большое. Расим Налим, вот продолжая как раз-таки тему про экономическое развитие, здесь вот очень интересно, что, во-первых, как изменилось экономическое сотрудничество с учетом новых геополитических реалий, особенно учитывая то, что все чаще в последнее время обсуждается как диверсификация транспортных маршрутов, так и экономические возможности. В частности, об этом говорилось в рамках визита президента Азербайджана в Бишкек, вот совсем недавно, до этого в рамках визита в Узбекистан. И вот продолжая мысль Турала про военное сотрудничество, здесь вот нужно отметить, что Азербайджан и Узбекистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, что само по себе довольно удивительный случай, учитывая такую нейтральность, нейтральность, которую придерживается Узбекистан. И вот на последнем визите президента Азербайджана в Бишкек примечательно, что в составе делегации участвовал в том числе и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов. Эльмир, ну мы тоже ведь в движении неприсоединения. Я хочу сказать, что безблоковый статус для государства вовсе не исключает военное сотрудничество с партнерскими государствами. У нас, да, мы безблоковое государство, у нас военный союз в Турции. И я хочу сказать, что мы полностью ведь перестроили свои вооруженные силы по натовской модели, по турецкой модели. И это показало свою очень высокую эффективность. И именно по результатам 44-дневной войны Азербайджан продемонстрировал эффективность такой военной организации, которая победила советско-российскую организацию вооруженных сил Армении. Да, у государств Центральной Азии появился очень сильный стимул использовать азербайджанский опыт в той части, которая касается и перестройки собственных вооруженных сил. Я хочу заметить, что ну с учетом географии мы ближе к Турции. И поэтому может быть какие-то, ну, партнерства и в военной области, и в экономической области, и в культурной области. Мы как бы продвигались быстрее. Мы раньше всех перешли на латинский алпавит. Мы раньше всех выстроили более тесные отношения с Турцией. И военные, и политические, и экономические. И даже наши, скажем, организации тюркских государств, Азербайджан и Турция являются как бы мотором-трайверами вот этой интеграции тюркской. Поэтому я думаю, что чем дальше, тем больше у тюркских государств Центральной Азии будет увеличиваться интерес именно к опыту того, как Азербайджан выстраивала свои отношения с Турцией. И мы будем делиться этим опытом с избекскими нашими братьями, с казахскими братьями, с киргизскими. Потому что, в общем, мы и от них все время получали необходимую для нас поддержку. Что я думаю, что это сотрудничество будет углубляться. Будем надеяться. И вот как раз-таки про углубление этого сотрудничества. Вот совсем недавно президент Азербайджана принял генерального секретаря организации тюркских государств и отметил, что во время председательства генсека как раз-таки организация стала организацией. То есть наменяла свой статус несколько раз. И это означает в том числе и смена вектора развития. Вот каким, в частности, из Азербайджана видится вот этот вектор развития, который в том числе будет задавать тон для единства, укрепления всех тюркских стран? Да, этот вектор ясно прослеживается именно на фоне процессов глобализации. По логике процессов глобализации тюркские страны тоже имеют основания углублять свои взаимоотношения. И это все видно более отчетливо с каждым годом. В этом году Совет сотрудничества Туркских государств переименован в организацию Туркских государств. Но это является не просто переименованием какой-то организации, а я уверен, что это является переходным этапом к стратегической цели всех тюркских государств, которая является созданием Туркского союза. Союз Туркских государств будет отвечать как раз таки интересам всемирной глобализации. Вот все процессы глобализации, которые развиваются по всем регионам мира. И явный пример этого мы видим в лице Евросоюза. Подобные глобалистические движения развиваются также в тюркском мире. И с этой точки зрения все, что происходит в политике Туркских государств в течение последнего десятилетия, скажем, явно прослеживается путь, куда идут эти страны. Мы в первую очередь должны проводить, претворить в жизни эту глобализацию между нами, между тюркскими государствами, и при этом способствуя друг другу улучшить свое экономическое положение, взаимодействие между нашими странами. Имея в виду историческую общность наших традиций, исходя из общности нашего этногенезиса, мы в первую очередь должны концентрировать все наши усилия именно в формате союза Туркских государств. Что и происходит. Только в течение последнего месяца президент, как вы отметили, президент Азербайджана совершил визит в две туркские страны, где подписали десятки документов, важные документы, в том числе и о стратегическом партнерстве с Киргизской республикой. И эти отношения углубляются каждым днем. Сюда входит и вложение капитала, инвестиции, например, Азербайджан является одним из самых больших инвесторов в экономике Турции. В то же время турецкие деловые круги инвестируют в Азербайджанскую экономику огромные средства. Теперь направлять эти средства в сторону среднеазиатских наших прадских стран это как раз таки тот путь, в конце которого будет виден более мощный союз Туркских государств, которые будут способны отвечать всем вызовом современного мира. Спасибо вам большое. Уверена, что именно так и будет. Действительно, у тюркских стран есть абсолютно весь потенциал для такого противостояния как в экономическом, так и в военно-техническом плане. Радует еще то, что в политическом плане стороны активно поддерживают друг друга в рамках не только вот этой организации, но и в двусторонних форматах, в других организациях и поддерживают инициативу друг друга. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Спасибо за такую беседу. Я вас благодарю, что нашли время в субботний вечер провести эту дискуссию. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Я напоминаю, в эфире телеканала Сибиси была передача специально в субботу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова